СНЮС под запретом. Депутаты ЗСК поддержали инициативу губернатора ограничить его продажу детям. В Сочи отправится лыжная стрела. Поезд свяжет Ростов-на-Дону и Роза-Хутор. В Сочи выбрали лучших инспекторов-кинологов. В краевых соревнованиях приняли участие 75 специалистов. Зимняя сказка началась в Сочи. Так назвали краевые соревнования. За медалью борются юные фигуристы. Безопасность на вокзалах и в аэропортах, контроль за продажей пиротехники и усиленные полицейские патрули на улицах. Новогодние праздники в Краснодарском крае не должны омрачить никакие чрезвычайные ситуации. О готовности всех спецслужб к зимним каникулам говорили на заседании оперативного штаба и антитеррористической комиссии. Возглавил совещание губернатор. Безопасность жителей и гостей региона в целом обеспечат около 20 тысяч человек. Новогодние праздники. Приятное время для жителей края, но напряженный период для всех силовых и оперативных структур. До зимних каникул осталось меньше двух недель, а значит уже сейчас важно позаботиться о том, чтобы ничего их не омрачило. О готовности всех спецслужб губернатора доложили на итоговом заседании оперативного штаба и антитеррористической комиссии. В региональном министерстве курортов уже подсчитали, на новогодние каникулы в Краснодарский край приедут около одного миллиона отдыхающих. Поэтому Вениамин Кондратьев попросил уделить особое внимание всем транспортным узлам, на которые из-за наплыва туристов придется большая нагрузка. Давайте не забудем про то, что наши гости отдыхающие, которые к нам приедут, в первую очередь их будут встречать. Это аэропорты и железнодорожные вокзалы и автовокзалы. Вот здесь тоже мы должны эту составляющую маршрута, их маршрута взять под особый контроль. И противопожарная безопасность, и антитеррористическая защищенность аэропортов, железнодорожных вокзалов, автовокзалов должна быть максимально усилена в этот период. Еще раз подчеркиваю, потому что, безусловно, и так она у нас на высоком уровне, но здесь особо усилена. Потому что, конечно, кратно будет количество людей, которые будут проходить через аэропорты, и железнодорожные вокзалы, и автовокзалы. Усиленный контроль всех служб будет обеспечен на площадях, где пройдут массовые гуляния, также в торговых и развлекательных центрах. Дополнительные группы силовых ведомств будут дежурить, как и в новогоднюю ночь, так и в течение всех праздничных выходных. Для обеспечения правопорядка и общественной безопасности в период новогодних и раздельских праздников планируется задействовать более 11 тысяч сотрудников органов внутренних дел и 8 тысяч представителей общественных формирований и правоохранительной направленности. К охране общественного порядка в регионе будут привлечены 7 тысяч казаков. Важно, чтобы они работали в одной связке с правоохранительными органами и сразу оповещали о внештатных ситуациях, отметил губернатор. Казаков сегодня у нас достаточно. Достаточно для того, чтобы мы могли каждый квадратный метр контролировать. Они не просто должны гулять, они должны на самом деле совместно с полицейскими патрулировать и осуществлять контроль за ситуацией. Везде, все, буквально каждый метр квадратной площади должен быть под их контролем. Вот проведите очень жесткий инструктаж с теми, кто будет патрулировать, еще раз подчеркиваю, и площади, и в целом места массовых гуляний и жителей, и гостей нашего края, в том числе и на набережных. Не просто гуляют и разговаривают между собой, не просто контролируют. В период новогодних праздников жителям края стоит быть внимательнее с некачественной продукцией. Товары сомнительного происхождения чаще всего продают рядом с рынками и ярмарками. Особенно изворотливые пытаются даже пиротехнику продать с рук, без всяких документов, которые подтвердят безопасность и качество изделия. В преддверии новогодних праздников я бы хотел особое внимание обратить наших районов в кавычках лидеров. Это муниципальное образование Кореновский, Абинский, Динской районы. Здесь попрошу коллеги взять на особый контроль места скопления несанкционированной торговли, потому что факты стихийной торговли в течение года мы выявляли в основном и фиксировали вблизи ярмарок. Василий Александрович, вы протокольно зафиксируете поручения тем главным районам, которые прозвучали, и мы в рамках закона краевого можем привыкли к дисциплинарной ответственности за невыполнение решения коллекционного совещания при губернаторе. Поэтому протоколом фиксируйте, отправляйте поручения главам муниципальных образований, а вы контролируете. На краевом заседании оперативного штаба и антитеррористической комиссии обсудили также и проблему нелегальной миграции. Как отметил Вениамин Кондратьев, этот вопрос остро влияет не только на безопасность в крае, но и сказывается на экономических процессах. Бюджет несет убытки из-за того, что часть иностранцев, работающих в регионе, просто не платят налоги. Я считаю, что это проблема не только безопасности нашего края, вопросы миграционные. Я говорю в целом, на самом деле, про качественную миграцию, про легальную миграцию, но и экономическую тоже проблема. 72 тысячи иностранных граждан заключили трудовые договоры с работодателями. А налоговая отдача от их деятельности, или точнее, те, кто все-таки хоть какие-то налоговые отчисления произвел, их оказалось всего 28 тысяч. А где еще 44 тысяч? Этот вопрос уже, коллеги, ко всем нам, в том числе и к миграционной службе, и понимание тогда, что же тогда это происходит. Во-первых, чем они зарабатывают себе на жизнь? 44 тысячи. Что они в нашем крае делают? Когда они легальны, то есть они прозрачны. Прозрачна их деятельность, прозрачна все, чем они занимаются, все прозрачно. А когда они вне закона, они нелегальны, ничего не прозрачно. В этом-то и есть угроза в нелегальной миграции. Здесь надо просто реализовать систему. Систему мониторинга и выявления вот таких групп. Чтобы оперативнее решать озвученные проблемы, в текущем году в структуре администрации региона создали отдельное управление по миграционным вопросам, в том числе и для того, чтобы усилить межведомственное взаимодействие. С НЮС под запретом. Кубанские депутаты поддержали инициативу губернатора ограничить продажу никотиносодержащей продукции несовершеннолетним. Вчера об этом глава региона говорил на заседании оперативного штаба. Ради нового законопроекта народные избранники собрались на внеочередную сессию. Решение принято единогласно. На территории Краснодарского края теперь запрещено продавать несовершеннолетним никотиносодержащую продукцию вне зависимости от ее вида, будь то различные смеси или электронные устройства. В последнее время популярностью среди подростков пользуются так называемые снюсы – жевательные подушечки с никотином, которые не попадают под табачное законодательство. Однако вызывают сильнейшее отравление. На мой взгляд, это совершенно правильное решение. Мы знаем, что огромное количество продается рядом, иногда и в учебных заведениях, через молодых, так сказать, распространителей. Это надо заканчивать. Это надо заканчивать уже сейчас. В состав таких изделий зачастую входят алкалоидные соли и другие опасные вещества, употребление которых вызывает очень серьезные проблемы со здоровьем. При этом концентрация никотина, в основном полученного синтетическим путем, в некоторых упаковках достигает 90 мг, что даже для взрослого человека является токсичной, опасной дозой. За нарушение нового краевого закона предусмотрены штрафы. За продажу несовершеннолетним никотиносодержащей продукции физические лица заплатят 5 тысяч рублей, а юридическим придется отдать уже от 100 до 150 тысяч рублей. Кроме этого, кубанские парламентарии намерены вынести инициативу на рассмотрение в Государственную Думу. В Сочи выбрали лучших инспекторов-кинологов. 75 специалистов территориальных органов МВД участвовали в ежегодных краевых соревнованиях. Соревнования прошли на базе Центра кинологической службы УВД по городу Сочи. Лучших инспекторов-кинологов жюри оценивало по умению ладить со своими помощниками. Отдельно смотрели, насколько хорошо собака знает команды. Собаки брали след, обыскивали местность и задерживали условного злоумышленника. А также четвероногим напарникам полицейских необходимо было найти наркотик или взрывчатое вещество. Светлана Шевцова уже не раз доказывала свое лидерство на этих соревнованиях. А вот ее четвероногий напарник по кличке Окса служит с ней всего полтора месяца. Но благодаря правильному подходу к собаке Светлана вновь в числе победителей. Конечно, с работой были сложности. Я отказывалась работать, потому что все равно смена кинолога для собаки – это все же стресс. Но очень контактная собака, быстро нашли общий язык. По результатам соревнований первое место в общекомандном зачете досталось краснодарцам. Серебро у команды отдела МВД по Брюховецкому району. А бронзу завоевали кинологи из Тихорецка. Россиян, перенесших инсульт и инфаркт, обеспечат бесплатными лекарствами. Об этом заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова. Минздрав России с 2020 года будет снабжать бесплатными лекарствами людей, перенесших острые сосудистые нарушения. Это острый инфаркт, миокарда, инсульт, коронарный синдром. Также помощь окажут людям, которым делали операции на сердце и сосудах. Получать лекарства за счет государства они будут в течение двух лет с момента так называемого сосудистого эпизода, то есть момента обострения. В новогодние праздники в Сочи пустят дополнительные поезда. В эту пятницу 20 декабря в первый рейс отправится поезд «Лыжная стрела», который свяжет Ростов-на-Дону и горнолыжный курорт «Роза Хутор». Поезд будет курсировать ежедневно по 7 января. Исключение составит канун Нового года, 31 декабря. В штабном вагоне предусмотрено дополнительное багажное купе для бесплатной перевозки горнолыжного инвентаря. Всего в направлении Адлера в предновогодний и новогодний период будут курсировать 16 дополнительных поездов. А вот после праздника в расписании изменится это связано с капитальным ремонтом в тоннеле на участке Чинары-Челепси. Ремонт планируется завершить до 27 апреля, но уже сегодня билеты на поезд можно купить со скидкой в 30%. Она действует на все верхние боковые полки, а также на места в конце плацкартных вагонов. Скидка действует на все поезда дальнего следования, которые отправятся с 13 января по 20 февраля включительно. Также с 25 февраля по 6 марта и с 11 по 31 марта включительно. Но это предложение не распространяется на детские билеты и тариф для организованных групп. К новостям вернемся после прогноза погоды и короткой рекламы. Не переключайтесь. Плюс 10, плюс 12. Предпраздничная выставка-ярмарка «Кубань-Рождественский базар». Продукты и деликатесы для праздничного стола, подарки к Новому году и Рождеству, авторские изделия, аксессуары, ежедневный розыгрыш призов. С 19 по 22 декабря «Жемчужина», вход свободный. В горах Сочи тем временем набирает обороты горнолыжный сезон. Курорт «Красная поляна» подготовил для райдеров много зимних новинок. Для любителей катания открыты склоны в горной долине «Цирк-2». Это высота более 2000 метров. Уникальная климатическая зона цирка по традиции позволяет курорту первым открывать горнолыжный сезон. В этом году старт был дан 6 декабря. К огромной радости лыжников. Очень сильно ждали сезона. Каждый год открытие сезона – это просто прекрасная атмосфера. Еще пока не так много людей, туристов. Все катаются, все на позитиве. Прекрасная погода. Нам сегодня повезло. Мы с моря, с отличной погодой попали в снежную зиму. Можно сказать, даже почувствовали чуть-чуть приближение нового года. Это вообще классно. В течение сезона здесь запланирована масса развлечений и соревнований для лыжников и сноубордистов. Специально для райдеров-профессионалов построены несколько фигур сноупарка в зоне «Цирк-2». Еще один сноупарк откроют на поляне «960». Как только на этой высоте выпадет достаточно снега. Там можно будет кататься и вечером. Тем, кто еще не так уверенно стоит на лыжах, помогут профессиональные инструкторы. Для детей работают аниматоры. Почувствовать себя ребенком здесь могут и взрослые. Для этого открыты высокогорные качели в парке аттракционов. Вообще, курорт «Красная поляна» к новому сезону подготовился серьезно. В планах принять максимум гостей. Мы переименовали все трассы. Если раньше трассы у нас назывались «Число» и «Буква», там «4А», «4С», «2Б», то теперь у трассы семена собственные, они красивые. Постепенно, я надеюсь, к этому все привыкнут. Они действительно... Ну вот мы сейчас находимся на трассе «Цирк-2». Раньше она была «4А». Трасса, которая раньше была «5А», это сейчас «Черная пирамида». «5Б» — это «Аибга». Наша цель — это миллион гостей за год за 2020 год. И цели у нас амбициозные. Каждый день праздник. Единый скипас в этом году позволит лыжникам по одному билету прокатиться по всем трассам сочинских курортов. Но когда все три курорта откроют горнолыжные склоны. А пока на курорте «Красная поляна» действуют специальные стартовые тарифы. До 27 декабря стоимость дневного скипаса по цене прогулочного билета всего 1350 рублей для взрослого и 800 рублей для ребёнка. Данные тарифы действуют при покупке билетов на официальном сайте курорта «Красная поляна». Татьяна Говоркова, телекомпания «ФКТ». Вениамин Кондратьев распорядился увеличить размер стипендий призёрам Олимпийских игр и их тренером. Губернатор подписал соответствующее постановление. Выплаты назначаются также обладателям золотых, серебряных и бронзовых медалей паралимпийских и сурдлимпийских игр на всю жизнь. Обещание увеличить поощрение глава региона дал на встрече с ведущими спортсменами Краснодарского края в августе. Тогда Вениамин Кондратьев отметил, что бюджет региона позволяет поддержать спортсменов. Предыдущая индексация проходила 7 лет назад. С нового года триумфаторы главного спортивного события будут получать ежемесячно 30 тысяч рублей за первое, 25 тысяч за второе и 20 тысяч за третье места. Всего на выплату стипендий в следующем году предусмотрено порядка 26 миллионов рублей. В настоящий момент поддержку получают 84 человека, 51 спортсмены, 33 тренера. У водителей появился новый способ пожаловаться на ремонт дорог. Появилось специальное приложение для смартфонов под названием «Госуслуги дороги». Пользователи смогут сфотографировать и оценить качество дорог, которые были отремонтированы благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные автодороги». Подтвердив местоположение, пользователь увидит карту дорог. Желтым цветом будут отмечены отрезки, где сейчас ведется ремонт. Деленным, где работы уже завершены, серым, где только ожидаются. Вдобавок, нужный участок можно найти по адресу. Как сообщает издание «Коммерсант», правительству при реализации нацпроекта нужна обратная связь с людьми. В оценке региональных властей оно будет полагаться не на формальные показатели, а на реакцию жителей. Новое приложение позволит оценить реальное качество работы. Благодаря авторизации через «Госуслуги» пользователи не будут обезличены, а отзывы будут носить конструктивный характер. Зимняя сказка началась в Сочи. Фигуристы Кубани разыграют медали региональных соревнований. В Олимпийском парке стартовали краевые соревнования и командное первенство Краснодарского края по фигурному катанию. На этом же турнире сильнейших спортсменов отберут в сборную команду региона. Вика обошла всех своих соперниц. Отрыв по баллам существенный. Фигуристка выступает по второму юношескому разряду, но по уровню профессиональной подготовки явно опережает своих ровесниц. Тридцать четыре и восемьдесят с чем? Семь сотых. Я чуть-чуть обошла себя по сотым. Ну, вообще, это главный для меня результат, и то, что я с каждым соревнованием лучше становлюсь. У меня очень сложные прыжки. Мне всего семь лет. Вот. А я уже 2-2 прыгаю, пытаюсь дупель. У меня там двойной риттбергер, двойной лутс и каскад флип-риттбергер 2-2. Мне не главное то, что если меня обойдут, у меня главный результат. Все равно это последнее мое соревнование по первому, ой, по второму юношескому. Теперь мне поставили уже новую программу. В краевом турнире принимают участие 150 юных фигуристов, представителей одиночного катания в возрасте от 7 до 16 лет. Совсем юные спортсменки не до конца изучили название своих прыжков, но это не мешает им твердо стоять на льду. Я довольна своим выступлением, но нужно дорабатывать с альфов. Нужно дорабатывать прыжок с альфов и вращения. У меня 24 и 23, и я рада. Это первое место. У меня не получился аксель с альфов и паучок со сменой. От этого много зависело, но я буду тренироваться дальше на следующих соревнованиях, и всем покажу. Я выехала все прыжки, у меня их всего 5. Я очень постаралась, и мой тренер доволен. Они сложные. Каскад с альфов Риттбергер, двойной Риттбергер и двойной Луц. У меня все получалось. Обращение комбинировано и со сменой. Либила, боковой волчок, смена волчок, затяжка. А со сменой это волчок, складка смена волчок. Тоже получилось? Тоже. 25-31. Как тебе результат? Хороший. Пала с альфов, а так было все нормально. Я вращение сделала, над которым я очень долго трудилась на тренировках. У меня были не очень, но потом мы улучшили результат вращения. Одиночки участвуют в краевых соревнованиях «Зимняя сказка». Но это два турнира в одном. В эти дни здесь же, в тренировочном центре для фигурного катания, стартовало командное первенство Краснодарского края. Вот сейчас спортсмены, которые выступали по второму юношескому разряду, они выступали в личном зачете. То есть, какое место заняли, такое и получили. А сейчас следующим видом выйдет второй юношеский, точно такой же разряд, но командное первенство. То есть, каждый город представляет двух спортсменов, мальчиков, девочек. И в зачет идут очки обоих спортсменов. Это очень интересное, на самом деле, состязание. Соответственно, очень важно, очень важно не только, как ты выступишь, но и как выступит другой член команды. В командном первенстве идет отбор в сборную края, по которой потом решается возможность участвовать на всероссийских соревнованиях в следующем году. Разыграть медали краевых соревнований в Сочи приехали фигуристы из городов Кубани, где развивается этот вид спорта. Это, разумеется, принимающая сторона Сочи. А еще Краснодар, Армавир, Кореновск. Также ребята приехали из Таниц-Кущевской и Выселки. Имена победителей и фигуристов, попавших в сборную края, станут известны 20 декабря. Татьяна Говоркова, Инга Габешия, Михаил Дубинин, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Скоро Новый год. Пожалуй, ни один праздничный стол не обойдется без рыбных деликатесов. Вкусные и свежие продукты прямо с Камчатки можно будет купить, не выезжая из Сочи. С 19 декабря в Гранд-отеле «Жемчужина» начинает свою работу выставка продажа рыбной продукции. Представлен исключительно свежий улов. Более 35 видов рыб, в том числе белорыбеца, нерка, чавыча, кижуч, палтус, даже востребовательных гурманов восхитит отменный вкус этих деликатесов. Такая рыба содержит незаменимые микроэлементы – полиненасыщенные жирные кислоты, омега-3. Представлена будет рыба горячего и холодного копчения, а также свежайшая красная икра. Выставка продажа будет работать с 19 по 22 декабря в Гранд-отеле «Жемчужина». Павильон «Икра» и рыба «Камчатская». Больше всего Новый год ждут дети. Наступает пора детских утренников и корпоративных праздников. Чтобы довольными остались и дети, и взрослые, стоит заглянуть в магазин «Любимый». Новогодняя атмосфера царит в воздухе. Самое время задуматься о подарках для близких. Магазин «Любимый» на Горького 58А предлагает новогодние подарки из конфет. Выбор огромен. Конфеты вкусные и свежие, а начинки – необычные. С отборными орехами и мармеладом, со сгущенным молоком и карамельной крошкой, со свежими ягодами и суфле, йогуртовой начинкой и сливочным марципаном. Помимо традиционных конфет «Аленка», «Мишка Косолапы», «Каракум» есть много интересных новинок. Вы пробовали конфеты с шариками M&M's или со вкусом сыра маскарпоне? Обязательно стоит попробовать. Есть лимитированные новогодние коллекции конфет, которые украсят праздничный стол. Магазин «Любимый» предлагает огромный выбор разнообразной упаковки. Подарки формируют оптом и в розницу по оптовым ценам. Форма оплаты любая. Предусмотрены скидки и подарки. Магазин «Любимый» на Горького 58А работает без выходных с 10 до 19 часов. Телефон 918-392-40. И на этом я с вами прощаюсь. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас в кабельных сетях «Радист» на 56-й кнопке и телепакетах «Билайн» на 76-й, а также в социальных сетях, в группах «Говорит Сочи», в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. Заходите на наш канал в Ютубе «Говорит Сочи». В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok